Мы не способны организовать перевозки. С частных перевозок хотели переключить все на муниципальные, то есть КамАЗ, частная компания, передала все свои трамваи, все предприятия, безвозмездно, кстати говоря. В ответ получили только проблемы. В прошлом году доходило до того, что со второй смены мы не могли вывести людей. Это было ЧП, мы полностью ушли на частного перевозчика, сегодня не имеем дела с муниципалитетом. И, соответственно, это тоже влияет на отрицательный результат. Город до сих пор не может организовать перевозки так, чтобы каждый автобус приносил хоть какой-то денежный патрон. Как я говорю, это довольно существенный пробел в нашей финансовой дисциплине. Мы ведем переговоры с республикой, с городом, чтобы они решили эту проблему. Закончится, скорее всего, тем, что мы будем вынуждены изъять автобусы и продать им другим клиентам. Спасибо, Сергей Анатольевич. Сейчас, секундочку, да, прошу. Потом вы. Спасибо. У меня вопрос в продолжении. То, о чем спрашивала коллега, я здесь. Собственно, есть ли у КамАЗа уже прогноз продаж России на 2020 год? И второй вопрос. Начал ли КамАЗ уже тестировать свои беспилотные автомобили в рамках правительственного эксперимента? И кто из компаний может присоединиться к этим экспериментам? Спасибо. То, что моя оценка рынка 2020 года, моя оценка сегодня такая, что не будет больше, чем рынок в этом году. Что может послужить драйвером повышения спроса? Все-таки в этом году рынок такой оказался слабым. Вполне возможно, что отложенный спрос сработает на следующий год, потому что, в принципе, падение даже коммерческих перевозок, оно не настолько значительно, чтобы не был востребован транспорт. Мы видим, что особенно в сегменте магистральных тягачей в этом году серьезный провал. Но до этого, там, три года был хороший спрос. Перевозчики не смогут работать на старом парке больше, чем два года. Дальше все равно понадобится обновление. Я так осторожно отношусь к оценке рынка следующего года по магистральным тягачам. Запас с просьбой на стюре пока хватит, они смогут. Но наш прогноз по рынку, он все-таки основан на всех сегментах, где мы работаем. Вот нам непросто, мы переходим на новые модели. Тем не менее, спрос существует. Мы будем дальше активно работать в продвижении новых моделей и того, что мы выпускаем. Если рынок вдруг начнет расти, и также с тем, что более активно реализация национальных проектов в области дорожного строительства, в личном строительстве, там, где государство планировало сделать большие инвестиции, это подхлестнет спросом. Ну, в этом случае запаса прочности у КАМАЗа по мощностям достаточно. Мы сможем достаточно быстро нарастить выпуск. Пока мы сдержаны и осторожны в оценке рынка следующего года. Да, пожалуйста, вот молодой человек, я не тянет рук. Представьтесь, пожалуйста, Жижин Андрей, первый арктический телеканал. Здесь на выставке представлен КАМАЗ «Арктика». На ваш взгляд, в чем уникальность этой машины? И ждут в вашей компании какие-то еще разработки, техники для крайнего севера России? Я считаю, что это вообще особая тема освоения северных территорий. Я по роду своей деятельности бываю уже везде. То есть, в лидеровке. Мне приходилось бывать на севере, я увижу, что воздействие на окружающие следы, даже гусеничных детников, не считая колес. Климат меняется, страна берет ориентир на осмических территориях. К этим территориям надо подходить к освоению, ну, крайне осторожно, поскольку тот вред, который индустриализация наносит окружающей среде, на севере регенерация, восстановление занимает десятки лет. Вот наша идея была в том, что нужно перевозить грузы, гусеничный транспорт, который используется на севере, и он в основном будет сам себя, по грузоподъемности. Мы предложили ту компоновку, которую считаем, что она по удельному давлению на груз, соответствует грузии машины, но можно перевозить до 10 тонн груза сразу. Вот, также мы сделали те климатические условия, которые там будут, обеспечили ароплтехнику и комфорт водителям. То есть, вот эти цели мы преследовали. С нашей точки зрения образец представлен, он уже испытывался. Мы добились того, что нужно. Надо сказать, что эта идея была рождена нами, поддержана Министерством образования и науки, совместно с МВТУ и Небаловым, студентами и кафедрой колесных машин. Было над чем думать, работать вместе с нашими конструкторами. Спасибо. Вот, я вижу, да. Да-да-да, совершенно верно. Мирошниченко, Наталья, это вас. Сергей Анатольевич, хотелось у вас спросить, какие для вас самые перспективные направления по экспорту в следующем году и подписание каких-либо контрактов ожидается в меньшем году 2019 году. Спасибо. Я уже назвал. Для нас базовые страны Казахстан. Но это страны СССР, Русский Кистан, Туркменистан, где много продаем, не считая остальных. Стран, в чем-то там более мелкие рынки. Вьетнам будет оставаться для нас ключевой страной, потому что в следующем году мы полноценную сборку сыграем с начальником, готовимся к этому, восстанавливаем сборочные деньги на нашем заводе в миг. Ну, я с интересом также отношусь сегодня и к рынкам в Северной Африке, в Нижнем Востоке. У нас там автоматически сработает рекламная кампания под названием «Команда КамАЗ Мастер», потому что гонка Дакар на 5 лет переезжает в Саудовскую Аравию. Представьте, какую рекламную площадку мы получили. Наши экспортники уже получили задание. Мы сегодня очень трезво подходим, что там в хорошей рынке. КамАЗ там был представлен, но в основном в сегменте полноприводных автомобилей. Сегодня мы хотим быть везде, и это рекламные действия, интерес, который в гонке Дакар всегда проявляется, сработает. Готовимся. Журнал, перевозчик Валентина Руслан. Вопрос такой. Сохранились ли экономные поставки техники на Украину? И в каких объемах? Какая перспектива там? Можно я не буду отвечать на этот вопрос, поскольку компания КамАЗ официально правительством Украины внесела в список санкционных компаний. Жить нам это сильно не мешает, но комментировать я это не хочу. Спасибо. Что ж, коллеги, у кого еще есть вопросы, кто-то еще хочет задать? А, вот. Грузовик Пресс – это наш многолетний партнер. Сейчас, секундочку. Александр Яренцов, журнал «Груза и Пресс». Ну, электробусы, понятно. Но мы видим частые обновления линейки автобусов. Перед онифазом поставлена какая-то особая задача? То есть очень частые, мне кажется, обновления пресса. Спасибо. Я считаю, что это очень интересный сегодня сегмент нашей деятельности. В нашей стране для нас все остальные сегменты либо падают, либо держатся стабильно. Рынок автобусов растет. Для нас производство автобусов всегда было как бы боковой ветвью нашего бизнеса. Внимательно и серьезно мы к ней не относились. Несколько лет назад мы понимали, что опять есть отложенный спрос. Все равно общий дрейф в мире идет в сторону общественного транспорта. И поэтому мы занялись разработкой нового облика линейки автобусов. Ну и тут, как говорится, у нас, когда еще администрация Москвы подтолкнула, мы вышли на контакт, стали участвовать в тендерах. Получили очень высокий уровень требований к техническому облику автобусов. И нам сегодня нравится то, что мы сделали и будем делать, потому что мы хотим предложить жителям нашей страны на улицах городов красивые и комфортабельные автобусы. Потому что невозможно победить трафик, если не будет развит общественный транспорт. Мы с вами должны понимать, что мы с индивидуального транспорта все равно должны пересесть на автобус. Любой вид общественного транспорта. Иначе проблему трафика на улицах наших городов мы не решили. Вот в Москве эти шаги предпринимаются, но мне приятно то, что плотная работа с департаментом транспорта Москвы. Мы видим, что они не просто хотят это сделать, они еще и относятся очень внимательно к пассажирам. Заранее ставили очень высокие требования перед нами производителям по техническому облику, комфорту. Поэтому это все идет. Я считаю сегодня, что для нашей страны это очень перспективный сегмент пассажирской перевозки. То, что мы сделаем с Москвой по их требованиям, позволит нам работать не только в нашей стране, но и приступить к экспорту. Но, к сожалению, сейчас мы едва-недва можем сказать, что удовлетворяем потребность внутренним спросом. Контрактации на следующий год уже идет на 8. Это сентябрь-октябрь следующего года. Я извиняюсь перед нашими дилерами. К сожалению, даже дилерам мы ничего особого предложить не можем, потому что сами продаем по корпоративным контрактам. Многие города обратили внимание. Ну и ключевой, конечно, город Москва. Спасибо. Ну, давайте, да. Сергей Цыганов, Дром Роу. Скажите, Сергей Анатольевич, а Вы не собираетесь бороться, ну, я не знаю, соперничать с Трансмашклодом за активы Дром Роу? Спасибо. Мы прошли этот период. То есть, год назад мы вступили в переговоры с акционерами и менеджментами по совместной работе на ТОЛСе. Ну, я бы сказал так, что мы не смогли договориться по финансовым условиям. Соответственно, мы отошли в сторону. Что сегодня там будет, ну, наверное, для нас это уже пройдет метап. Спасибо. Коллеги, если больше. Троллейбус мы в Уфе сделали. В нашем кузове автобус. Спасибо большое. Коллеги, если у Вас больше нет вопросов, тогда я в нашу пресс-конференцию являюсь закрытой. Сейчас состоится сессия подписания соглашений. Просьба не расходиться. Буквально две минуты мы начнем церемонию подписания соглашений. Спасибо. Подписание действует, да? Спасибо. 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 Спасибо.